Продолжение следует... Пару плюс 47, теперь Смайл Палина Казаченко. Я не принимал очень долго решение встать в пару с Полиной, потому что я боялся совмещать личные и деловые отношения. Но потом пришел к выводу, что это тоже невозможно. Когда мы уже встали в пару, я думала, что мы расстанемся как партнеры и расстанемся, наверное, даже как парень с девушкой, потому что это был ужас. Мы танцевать не могли вместе вообще. Благодаря Полине и именно ее терпению мы прошли сквозь этот период и уже 10 лет вместе как пара и 7 лет как танцевальный партнер. Полина, что ты делаешь? Что за шаги вначале? Я не понимаю. Полина, у нас идет приставка. Приставка, ты пойми. Вообще с Женей, с его сложностью, мне очень много приходится не обращать внимания, как он иногда может психовать или орать на меня или еще что-то. Я мало в ответ говорю. Но если я говорю уже что-то, то мы, конечно, ругаемся в пух и прах. Как тебя вести? Скажи мне. Нормально. Ну как? Нормально. Ну как, если не вот так вот? Но все равно отходчивые оба достаточно быстро, я больше. Все это постепенно как-то уравнивается и все становится нормально. Мы, если честно, даже не обсуждаем потом эти моменты. Ну да. Не, ну мы можем стандарт придумать. Смотри, Панин. Ну это точно лучше. Ты все переколола, да? Да, я все переколола выше. Хорошо, а ты можешь одну кисточку переколоть в третий ряд? Платьев очень много. Вот, допустим, сейчас за три месяца у меня будет восемь платьев. Женские коллективки сейчас с голым торсом туда зайдут. А они такие, нету рубашки, оставаться так. Так хорошо. Так даже лучше. Со стороны оно, скорее всего, так и выглядит. Стразы, обтягивающие костюмы у мальчиков, гели, макияжи и так далее. Но серьезные танцоры — это годы тренировок, это изнурительный труд. На таланте далеко не уедешь. Надо развивать свои знания в танце. Развивать свое тело, каким бы талантливым оно ни было. Куда ты вот мне, говоришь, на месте, а сам меня пихаешь? Ну, я тебе не пихаю. Короче, ты делай так, как раньше. Ну, Коль. Парень, парень, делай мне на месте, давай. Я такая, на месте. Ты должен быть артистом, дабы показать характер каждого танца. В себе ты должен найти этого артиста. Механически сделать это одно, но связать это с эмоциональностью, связать это с душой, это совершенно ты выходишь уже на другой уровень. Хороший танец, когда человек хорошо владеет своим телом. Для девушки, наверное, это пластика, красивая координация движений. У мужчины это больше мощность, сила какая-то внутренняя, энергия, харизма. Любой танцор меня поймет, простой человек навряд ли, но мы все деньги отдаем на танцы. Мы сами оплачиваем себе поездки, мы сами оплачиваем себе отель. И, к сожалению, призовые деньги на танцевальных турнирах небольшие. Но мы также и зарабатываем прилично на тех уроках, которые мы сами преподаем, на стоимости наших шоу и так далее. Танцами я начала заниматься в 10 лет. Мы с папой пошли в школу, он меня отводил в школу. И на здании просто увидела объявление. Я очень быстро сказала «да» и начала ходить. Я жила в Красноярске. Женя, вот, да, он из Санкт-Петербурга. Когда он начинал танцевать, он вообще пошел с другом из школы. Алина? Да? А куда ты делал мои ботинки танцевальные? Там, где все вот это вот сложено. Нашел? О! Нашел? Да, нашел. В 16 лет я уехал в Англию танцевать с девочкой из Ливерпуля. Ты провел там 5 лет. Я помню, там, со слезами звонил маме. Я просил вернуться. Она мне говорила, что хочешь стать чемпионом – терпи. Вот, поэтому такая была жесткая школа жизни у меня. Так, паспорта. Паспорт взяли, туфли взяли. Брюки взял, костюмы там. Все, пока, малыш. Мы сейчас придем, сейчас придем. Наврала в три короба собаки. Пуф. 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 Ну, пожалуй, так и пойду. В целом, начиная с самого утра, просто психологическое давление, что нет никаких оправданий в свою защиту, если что-то пойдет не так. Это тот день, когда ты просто не можешь ошибиться. Физически ты должен быть в тонусе, не напряжен и не расслаблен, ментально ты должен быть расслаблен. Конечно, политический момент существует. Но если ты, конечно, действительно достойно танцуешь, то ты все равно по итогу выиграешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу сказать, что мы все в танцевальном мире достаточно дружны, но в список моих друзей мои конкуренты не входят. У всех свои амбиции, у всех свои планы на карьеру, на жизнь, на материальное состояние, и поэтому чисто со стороны я смотрю, что люди очень злые, так скажем. Злые не по отношению ко мне, а просто вот кроме их амбиций и их планах для них ничего не существует. Турниры – это, в принципе, огромный стресс. Я на турнире могу на 5 килограмм похудеть. Ты устаешь, соответственно, тебя это угнетает, и ты просто борешься. Сам с собой ты борешься, вот из турнира в турнир. Очень редко ты можешь какое-то наслаждение получить. Чего я боюсь на паркете? Это неспособность реализовать то, что наработано, то, что я умею. Ну давайте аплодируем, не останавливайтесь. На паркет выходят профессионалы. Чина России и их профессиональная версия самбо. Чего многие люди, кстати, не понимают, что это физически очень сложно, потому что выглядит все достаточно легко. И чем лучше танцор, тем приятнее тебе даже не танцору, просто обычному человеку, ты понимаешь, что это все-таки какое-то искусство. Уже. 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 Если я не могу, ой, ой. Если я не могу, я не могу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Честно говоря, очень странное ощущение, потому что ты всю жизнь, в принципе, работаешь, тренируешься на то, чтобы выиграть титул своей страны, мировой европейский титул. Но так получается, что когда он приходит, то ничего не меняется. Не меняется распорядок твоего дня, не меняются твои тренировки. Единственное, что титул и кубок, который стоит рядом, и ты на него смотришь. А так я все по-прежнему Женя, а Полина по-прежнему Полина. Субтитры подогнал «Симон»